Не секрет, что многие бизнесмены лечат свой профессиональный стресс водкой. Кроме того, большинство сделок по старой доброй привычке заключается за столом. Известно немало примеров, когда предприниматели вынуждены привыкли к алкоголю. Возможно, на Западе дело обстоит по-другому. Как вам удается сохранить отношения с партнерами и избегать алкоголя? Какие основные проблемы в здоровье своих слушателей вы видите сегодня, особенно во время летних проектов? Обращаете ли вы внимание на то, как относится будущий партнер по бизнесу к своему здоровью? Влияет ли это на ваше сотрудничество с ним? Жизнь очень предсказуемая. Как вы думаете, в каких случаях следует прописывать вопросы здоровья в договоре с бизнес-партнерами? Что делать, если мой самый близкий человек курит сигареты почти без остановки? Следующий вопрос. В ранней молодости я отказала своему молодому человеку на его предложение создать семью. Дело в том, что он оказался наркоманом. Интересно, несколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прицели, чтобы помогать больше количества людям. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Вопросы Довлатова». Ставьте лайк под нашим рубриком, задавайте актуальные вопросы, почта, которую видите под это видео. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Благодарю. Хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые к нам пришли. Не секрет, что многие бизнесмены лечат свой профессиональный стресс водкой. Кроме того, большинство сделок по старой доброй привычке заключается за столом. Известно немало примеров, когда предприниматели вынуждены привыкли к алкоголю. Возможно, на Западе дело обстоит по-другому. Как вам удается сохранить отношения с партнерами, избегать алкоголя и при этом не нервничать? Знаете, у меня очень много партнеров, и поставщики, и покупатели, и так далее, и партнеры. Наверное, подобные притягивают к подобному. Верите или нет, почти 70-80%, может быть, 90% моих партнеров никто не пьет. И даже если пьют, рядом со мной не пьют, потому что они знают мой характер, они знают, что мои сенности, мои жизненные сенности. Им даже неудобно передо мной курить. Я даже, когда они видят, что я выхожу из офиса или что-то, если они курят, быстренько бросают, даже хоть они взрослыми, чем я. Не знаю, почему-то так сложилось, честно скажу вам так. Некоторые, конечно, иногда те, которые меня только-только партнером стал, мало знают, они начинают говорить, давайте посидим, давайте того, и вытаскивают там водку и так далее. Я всегда им говорю, что, дорогие мои, я не пью, я никогда не пил, поэтому, пожалуйста, не попросите, мне неудобно вам отказаться, пожалуйста, если вы хотите пить, сами пейте, пожалуйста. Я с вами друг, я с вами партнер, но, пожалуйста, это не потому, что я вас не уважаю и так далее. Обычно же, когда они пьют, начинают там, ой, ты меня уважаешь, давай то, пятидесяти. Я им говорю, что, пожалуйста, пока еще вы не пьяне, запомните, я вас без водки уважаю, так что не стоит это делать и не надо. Мне удалось это сохранить все эти годы жизни, я жизни никогда не пил. Я ни разу не попробовал, какой вкус медводка и так далее. Мне это удалось со все эти годы. И я считаю, что свежий разум, чистый разум, она намного лучше. Знаете, просто надо искать это удовольствие, это расслабление не в водке или сигаретах, надо искать это удовольствие, достижение цели, воспитание детей, молитвы, состояние здоровья. Жизнь полно удовольствия, если ищешь. Это же хорошо, это же здорово. Ну, конечно, есть партнеры, которые, конечно, предлагают так, но я аккуратно вот так отношусь, аккуратненько так разговариваю, преподношу так, что, ребят, я никогда не пью, пожалуйста, не предлагайте, мне неудобно вам отказать. Но я не против, если вы хотите пить, пожалуйста, пейте и так далее. Какие основные проблемы в здоровье своих слушателей вы видите сегодня, особенно во время летних проектов? Чем все это червато, если не предпринят в своей времени мере? Как можно предупредить и избежать этих сложностей? Я провожу летние проекты в горах и часто вижу, что у многих людей основные проблемы, которые я замечаю, это нет активности. То есть они не ведут активный образ жизни. Это основная проблема. Я заставляю их, особенно, когда мы начнем первую неделю в море заниматься, зачем? Чтобы в море гимнастикой занимаемся и так далее, чтобы тело немножко подготовит. А потом, когда начнем пойти в горах, мы начнем тренироваться и каждое утро еще в горной реке купаемся, чтобы сосуды тренироваться. Я их обучаю очищение сознания и тренировка тела, а потом начнем раскрытие второй дыхания. Когда в горах начнем три раза подъема и так далее, и так далее, это самый последний подъем. Покорение вершиня, именно раскрытие второй дыхания, это очень сложно удается, особенно, если человек не ведет активный образ жизни. Это вообще, он настолько, что, знаете, он абуза станет для своей команды, для людей, которые с ним поднимаются. Это, знаете, у него лицо такое замученное, еле там, он реально так, это надо увидеть, что мы видим, глазом надо увидеть, как это выглядит. Некоторые приходят мне, говорят, наставник, я готов умрать, но дальше шагать не могу. Я один шаг, даже силе нету делать, но потом, через две минуты смотри на меня, через пару слов, которые слышат мои предложения, снова начинаешь шагать. Это надо видеть, потому что это надо перебороть себе, перебороть себе, особенно, когда ощущение охота сдаваться. Поэтому, это все сложность от чего? От того, что люди поправляются, от того, что они не ведут активный образ жизни. Я бы рекомендовал, что надо вести активный образ жизни, надо двигаться, надо много двигаться, это очень важно. Обращаете ли вы внимание на то, как относится будущий партнер по бизнесу к своему здоровью? Влияет ли это на ваше сотрудничество с ним? Может ли случиться так, что из-за неправильного отношения вашего партнера к своему здоровью, вы прекратите работать с ним? Честное слово, я не могу сказать, что были случаи, чтобы я перестал работать с ним только потому, что он не смотрит на свое здоровье. Но были случаи, когда видят, что если партнер не смотрит на свое здоровье и так далее, со временем, его болезнь, это станет проблемой для меня. Потому что он часто болеет. Его болезнь постепенно, постепенно влияет на наши совместные работы. А он эту работу начинает делегировать другим людям, а другие люди не часто не справляются. Раз. Второе, когда человек болеет, он третит интерес ко всему. То есть, если ему звонит, и он говорит, ты знаешь, мне сейчас пока не до этого, давай я сначала буду делать тот, буду делать тот и так далее. То есть, получается, что если человек болеет, ему не до бизнеса просто. Вот что происходит. Поэтому я всегда сам такой, я в год два раза хожу в обследование осенью и весной. Я хожу просто в полное обследование делаю постоянно, два раза в год стабильно. И всегда своим партнерам, даже своим сотрудникам рекомендую, ходите, пожалуйста, проверяйте себя. Потому что я понял, что больной сотрудник дорого обойдется. Потому что если он месяц не выходит на работу или пара недели, его заменить тяжело, быстро найти замену трудно и так далее. Дорого обойдется. Точно так же я уверен, что больной партнер намного дороже обойдется. Поэтому лучше рекомендовать, лучше с ним заниматься, поддерживать. Знаете, надо самим быть примером. Примером из тех людей, которые вы хотите, чтобы ваше общество было такое. То есть, станьте самим тем человеком, который мечтает о таком обществе. Самому надо стать таким человеком. Следующий вопрос. Жизнь очень предсказуемая. Как вы думаете, в каких случаях следует прописывать вопросы здоровья в договоре с бизнес-партнерами? Вы знаете, мы все смертные. Даже если мы все смертные люди, надо всегда описывать эти вещи, указать наследника, указать. Если в моем случае, например, если болею, что-то случается, кто будет ответственен, кто будет принимать за это решение, кто должен принимать дальнейшую нашу совместную работу, кто отвечает и так далее. Это нормальное явление. Мы все смертные. Знаете, иногда здоровый человек умрет, просто авария попала, умер. Или там, не знаю, парень, я недавно знаю парня, который просто поехал в Китай за товаром, и гостиница умер. Инфаркт получили, умер. Неделю назад я был у себя в селе, неделю назад мне говорили парня, который за рулем сидел из соседней села, хотел к себе домой пойти, и по дороге умер, просто за рулем. Он сидел на кабине в машине и ушел от жизни. Всякое бывает, поэтому бизнес я рекомендую всегда, чтобы вот эти вещи отметить, как бы ни было, отметить эти вещи. Что если вдруг со мной что-то такое, пожалуйста, кто будут в ответе за мои, скажем, обязательства, или кто примет мое наследство и так далее. Дальше. Что делать? Что делать, если мой самый близкий человек курит сигареты почти без остановки? На все мои просьбы, предупреждения, он либо не реагирует, либо отшучивается. Он лучше меня понимает, к чему ведет эта погубная привычка, но ничего не хочет менять. Знаете, однажды в моей жизни были такие случаи, когда один человек подошел ко мне и сказал, да, Владов, мне очень нравится ваш лекс, мне очень нравятся ваши ценности, как вы обучаете, но вы знаете, я очень хочу бросать курит, но у меня не получается. Я ему сказал, если отвечу, если вам скажу совет, вы не обидите, если я вам скажу правду, вы не обидитесь, он сказал, нет, конечно, этому человеку было за 50, ну, может, 55 лет, может, 56 лет, ну, 54 вот в этих годах, ему возраст был, так. Я сказал, ахай, если чуть-чуть станете умнее, вы сразу бросите курить. Он сказал, подождите, я 22 года курю, за 22 года я чуть-чуть умнее не стал, что ли? Я сказал, знаете, вы, может быть, по профессии выросли, может быть, у вас там дом появился, машина появилась, что-то еще появилось, но вы как человек не выросли. Вы как человек были слабее, до сих пор вы слабее остались. Он сказал, а как это понятно? Я сказал, что, знаете, единственный показатель, если человек стал умнее или нет, ваше образование не показатель вашей ума, это набор информации, как диктофон, как магнитофон, как компьютер. Если только один показатель, вы выросли или нет, если вы сможете отказаться от своей слабости, если вам удастся отказаться от своей минусы, вы ревнивый человек были, вы победили себя, вы раньше были хитрые, вы победили себя, вы раньше, как сказать, подозрительно относились к людьми, теперь вы очистили свои мысли, вы всегда в голове держите правильное намерение по отношению к людьми, вы раньше завидовали людей, теперь вы не завидуете, вы раньше лентяй были, теперь вы активнее, и так далее, и так далее. Вы раньше врали, перестали врать, и так далее. Если вы смогли победить себя, вы разбудили себе настоящего мастера. Поэтому соблазн, это курение, и так далее, это все дадут удовольствия, вы могли себе победить. Ребята, если вы курите, я хочу вам задавать такой вопрос, вам надоели жизнь? Я иногда не понимаю. Знаете, человек, который курит, как себя ведет? Человек, который курит, что он делает? Он идет к другим, говорит, я вам плачу деньги, а вы помогите мне умирать быстрее. Это вы представляете? Он приходит, кому-то дает деньги, говорит, мне надоела жизнь, вот помоги мне быстрее умирать. И дает деньги, чтобы кто-то убил его. Знаете, это всего лишь привычка. Просто, если человек курит, ему надо именно об этом помочь, ему стать сильнее, как человек, умнее. Если ему говорить, что бросай курить, он не будет бросать курить. Он будет продолжать курить. Он скажет, что это понятно, я это знаю, ты сейчас начнешь мне философию отчитать, и так далее, и так далее. Он будет курить дальше. И еще, знаете, он такое оправдание найдет, такое оправдание найдет, что, ой, тебе не понимают, это так тяжелый день был, это так нагрузка, это как раз, как там они говорят еще, как якобы это успокаивает их нервы. Да чушь собачья. Кто вам так сказал-то, что это успокаивает нервы? Да нет, это просто тупая привычка. Никакой там успокоения нет. Это просто человек ищет какое-то успокоение и думает, что что-то из внешнего мира помогает ему быть спокойнее. На самом деле, надо найти этот инструмент внутри себя. Вообщение с детьми, читение книг, молитвы, занятия спортом и так далее. Ты тоже самое успокоение найдешь. И самое главное, тот полезнее, чем курение сигарет. Просто иногда люди такие, знаете, мой двородный брат тоже курил. Я несколько раз ему сказал, не кури. Он меня не услышал. А потом наступил день, когда он умер от раки легкие. Но два месяца до смерти, он перестал, ну может быть полгода до смерти, он бросил курить. Но было слишком поздно. Очень поздно. Он оставил четверо своих детей. Четверо своих детей и прекрасную жену. Они молодые, дети очень молодые. Даже ни одного своего ребенка он не успел давать замуж или женить. Дети маленькие остались. А теперь скажите мне, пожалуйста, разве, разве вот это курение дает столько удовольствия, чтобы стоить, чтобы своих детей так оставить на такой воле судьбы? Конечно, вы можете мне сказать, что ой, у него день закончился, у него чего-то. Вы знаете, бережливого Бог бережет. Это закон. Он умер именно от рака легких, от сигарета. И именно от сигарета умер. Поэтому, дорогие мои, задавайте себе вопрос, стоит ли это сигарета того, чтобы третать такие сильные вещи, как жизнь и как дети и так далее. Просто, чтобы ваш родной человек бросал курить, помогите ему найти жизненные ценности, быть реализованными. И чтобы он нашел удовольствие в другом, в общении, в общении родными, близкими и так далее. Человек должен иметь высокие ценности, чтобы ради чего-то захотел жить, ради чего-то бороться, чем эти двухминутные удовольствия. Следующий вопрос. В ранней молодости я отказала своему молодому человеку на его предложение создать семью. Дело в том, что он оказался наркоманом. Его увезли в другую страну и говорят, вылечили. У него теперь есть семья и дети. Сегодня я думаю, что может мне следовало принять его предложение. С другой стороны, такая зависимость очень опасна и для других членов семьи. Врачи очень рекомендуют не связываться с наркозависимыми людьми. Что бы вы порекомендовали бы? Если бы этот вопрос задала не я, а ваша дочка. Вау! Это очень сложный вопрос. Очень трудный вопрос. Я даже читаю его, у меня мурашки пошли в теле. Я бы рекомендовал не связываться. Я работал с алкоголиками, наркоманами. Я бы рекомендовал не связываться. Потому что эти люди настолько зависимы, что они готовы пойти на все ради всю минутную свою удовольствию. Я бы рекомендовал не связываться. Это правда. Почему? Потому что это опасно. Понятное дело, что он болеет. Если тот болеет, а зачем испортить судьбу и второго? И не факт, что он отказывает от этого. И не факт, что он выздоровеет и отказывает от этой проблемы. Понимаете? И ста, один, два. Но большинство из них же не отказывают. Они продолжают. Они остаются зависимыми навсегда. И продолжают. Зачем судьбу второго человека превращать в кошмар? Поэтому лучше бы отказаться. Лучше бы с ними не связываться. Это очень важно. Те делали свой выбор. А нормальный человек зачем должен тратить свою жизнь на это? У нормального человека должна быть нормальная жизнь. У хорошего человека должно быть хорошее здоровье. У хорошего человека должна быть хорошая семья. У хорошего человека должны быть хорошие поступки. У хорошего человека должна быть хорошая внешность. А зачем нормальные жизни человека, который нормально живет, его жизнь испортит? Поэтому, если мне когда-либо, кто-либо, даже не важно, это кто, дочка или соседка, или кто-то попросил бы Довлатов, что вы советуете, мой молодой человек, наркоман, можно я пойду с ним, а вдруг он лечится, выздоравливает и так далее. Я рекомендую, не связывайся. Потому что тот делает свой выбор сам. Если хочешь ему помочь, просто советами поддержит, помогает. Пожалуйста, помогает. Но связать свою судьбу с такими людьми лучше не надо. Потому что те люди себя не ценят, как они тебя будут ценить. Они себе вчеркивали от жизни. Они уже отчаянно находятся. Хотя, возможно, кто-то из них лечится и выздоравливается, поднимается на ногах и так далее. Я уважаю тех, которые возвращаются в жизни, лечатся. Надо помогать им. Но не факт, что большинство из них возвращается. Поэтому я бы рекомендовал, не связывайся. Дорогие мои, ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, своим друзьям нашу рубрику. И внизу пишите три мудрые советы, чего вы брали для себя из этого рубрика. В комментариях напишите. К вашим услугам доброго. Мы хотим, чтобы помогать больше количества людей.